Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня мы рассмотрим с вами публичные, так сказать, тесты нового патча обновления 11. Собственно, что в нем произошло, какие изменения, я рассказывал в новостях на канале по прихисторик Кингдам. Собственно, патч на обновление 11, долгожданный патч, добавил нам плата Азавра и рабочий персонал, некоторые его новые механики. Собственно, приятного просмотра. Если что-то я не расскажу в этом ролике, можете все сами попробовать, тесты пока есть, и скоро это все выйдет в обновление. Есть какие-то, немножечко я посмотрел, топорные механики, что-то не до конца работает, но это все тесты, господа, все тесты, и потом все будет работать на обновление 11, так, как должно, должным образом. Так, поехали! В общем, карта у меня Коста-Рика, я поставил песочницу, чтобы достаточно все это вкратце так рассмотреть, а все остальное, логистика, мы с вами потом посмотрим на стриме. Так, стиль у меня тропический. Так, что нам нужно сначала сделать? Во-первых, во-первых, нам нужно открыть, сейчас я найду это, так, это все производственные станции, услуги парка, по-моему, здесь это находится, склад. Так, научно-исследовательская станция. Во-первых, нам нужно ее поставить. Помните, да, я рассказывал, что все вот эти приблуды, фермы и все прочее нужно будет ставить где-нибудь в стороне от парка, чтобы гости не видели этого, потому что это будет влиять на ваши очки и оценку парка. Так, значит, научно-исследовательский центр. Давайте посмотрим. Открыть исследование. Смотрите, я вижу, что здесь появилось до пяти научных групп, пять научных команд, которые, каждый из них, мы можем определенно давать свою цель для изучения. У нас команда Альфа, которая ожидает своих задач. Давайте откроем еще, наверное, команду Браво, команда Чарли. Они пока что здесь, я смотрю, вроде бы нанимаются совсем бесплатно, не за деньги, так что до пяти групп можем нанять и давать свою команду. Так, биология. Нам нужно изучить сначала питомник. Назначаем команду Альфа. Достаточно быстро прошло изучение. А интересно, две команды сразу можно назначать? Давайте попробуем. Давайте поставим наземный питомник размер 2. А, нет, команда Альфа возвращается в парк, то есть некоторое время, время исследования 3 минуты, то есть через 3 минуты командой можно будет воспользоваться. Так, команда Браво и команда Альфа. До двух команд. Да, до двух команд и исследование идет нас достаточно быстрее. Так, энергия. Нам нужно изучить энергии. Солнечная панель. Команда Чарли задействуем. Безопасность. Забор и прочность 2. Команда Дельта. Конструкции и технологии. Так, основная тема. Рестораны, торговые центры. Ну, давайте торговые центры, наверное, поставим им изучать. Все, пока что у нас все изучается и исследуется. Далее. Далее, что нам нужно? Модульные здания. Парк. Так, конструкции и технологии. Нам нужно... Нам нужно поставить персональный центр. Вот он. Новый персональный центр. Давайте дождемся всего изучения. Возвращение наших команд. И откроем персональный центр. И я так понимаю, там уже будет наем наших рабочих. Блин, здорово сделано. Классно придумано. Игра оживилась. Игра стала намного сложнее. И, конечно же, геймплей стал намного интереснее. Так, энергия. Давайте ускорим время. Я совсем забыл, что можно ускорить время. Так, биология, безопасность, конструкция, технологии. Нам нужны конструкции, технологии, безопасность. Так. Ну, давайте посмотрим, можем ли мы уже ставить. Так. Назначить. Так, ждем. Ждем команды. Мы не можем пока еще поставить. Вот. Ожидание команды альфа. Все. У нас, в принципе, есть. Появилась. Итак, давайте посмотрим персональный центр. Сейчас я вам еще покажу кое-какую фишечку. Обратите внимание. Видите зеленая стрелочка? Видите зеленая стрелочка? Это подсказка, куда нужно теперь проводить дорогу. Помните, восклицательные знаки раньше были? А теперь вот. Зеленая стрелочка подсказывает, куда нужно провести дорогу. Итак, поставим, наверное, тогда здесь вот. Вот здесь персональный центр. Нам нужно провести дорогу. Давайте, наверное, обычную бетонную дорожку. Корена сегмента пускай будет до метра. Нет, метр мало. Три метра. Вот так. Так. Вот так примерно. И проведем вот сюда. Кстати, а вот здесь вот на исследовательском центре не показывают дороги. Ну ладно, давайте мы сделаем. Как полагается, вот так вот проведем дорожку. Итак, и что же у нас здесь есть? Открываем кадровый центр. Нанять персонал. Все типы у нас есть. Так. Персонал это разнорабочие. И персонал это у нас работник зоопарка. То есть работники зоопарка, которые будут заниматься какими-нибудь, наверное, каким-нибудь производством, я так понимаю, либо ухаживанием за животными. А вот разнорабочие, они будут собирать компост, кормить и все прочее. Так. Ну давайте, давайте, наверное, наймем два работника зоопарка. Посмотрите. Тут, кстати, пишется, сколько за найм требуется финансов. И небольшое такое описание. Я бы хотел, чтобы здесь они добавили характеристики какие-нибудь. Две звезды вот у этого парня. Можем почитать. Благодаря нашей технологии меня часто спросят вернуть любимых домашних животных или умерших родственников. Клонирование это чудо, но вы не можете клонировать чудо, держите их покрепче. Брайан, видный член фан-клуба Котелоринхов. Так, аренда 4 тысячи. Ну давайте парочку наймем и также наймем трех разнорабочих. Нанимаем. Ну, конечно, те, у кого больше звезд и будут относиться к своей работе лучше, нежели те, у кого низкий рейтинг. Кстати, у них... Ну да, это их не навык. Есть моральный дух. Они будут уставать. И посмотрите. Первый рабочий персонал. Это разнорабочие. Это разнорабочие. Ну, немножко лица, конечно, пока одинаковые. Все это будет исправляться. Они не будут друг на друга похожи, пока они разбредаются. Так. Открыть управление персоналом. Я хочу, наверное, нанять еще, наверное, одного разнорабочего. Так, прекрасно. Готово. Отлично. Пока задач у них определенно никаких нету, поэтому мы поставим сейчас первый наш, наверное, загон. Два с половиной метра для оплаты Азавра. Делать круглый загон мы будем, как обычно, в нашем стиле. И, наверное, где-нибудь разместим мы его вот здесь. Вот так вот. Примерно. Вот. Отлично. Наш первый загончик. Надо поставить обязательно дверь, ворота, штабные ворота. Два с половиной метра. Так, пускай у нас разнорабочие будут вот с этой стороны заходить, если что. Проведем дорогу. Как-нибудь, как-нибудь, наверное, как им ближе ходить. А они по дороге ходят? Нет. Разнорабочие, походу, ходят как хотят. Ну да бог с ним. Ладно, вот так. Далее. Инкубатор. Инкубатор, наверное, можно сразу поставить, я так понимаю. Он у нас вроде исследован. Я точно не помню. Так. Инфраструктура парка. Нет, это не то. Сооружение. Подождите, давайте посмотрим исследовательский центр. Открыть исследование. Конструкции, технологии, безопасность, энергия, биология. Да, у нас наземный питомник изучен. Кстати, смотрите, по дефолту у нас в изучении в открытых динозаврах, да, то будут открыты только самки. Нам нужно изучить инкубацию мужчин, так называемая, да, мужского полудинозавра. Безопасность, так, энергия. Я бы, наверное, еще бы изучил бы какие-нибудь витринные турбины. Назначим команду Браво по биологии. Увеличим скорость инкубации команда Эхо. Пускай вот так все это будет стоять и работать с безопасностью. В принципе, все. Далее. Далее. Инкубатор. Нам нужно найти этот инкубатор. Я не помню, где он, в какой он ячейке располагается, но я его найду. Вот он, да. Питомник малый. Нам нужен средний питомник для животных. Наверное, поставим где-нибудь здесь же, рядом с исследовательским центром. Пускай вот так вот будет это все здесь. И давайте посмотрим на новое животное плата Азавра. Я, кстати, о нем рассказывал в роликах. Кому интересно, обязательно посмотрите. Кстати, вступайте в группу ВКонтакте. Откуда я черпаю свои новости, там тоже всегда самая нужная информация. Итак, у нас пока самка, как я вижу, да, самца мы еще не открыли, но да, бог с ним. И посмотрите, вот он, плата Азавр. Как-то непонятно. Моделька для рассмотра вверх, перенесена, обычно была внизу по сравнению с человеком. Но, может быть, это все исправит. У нас есть два вида. Это лейнгворм, так называемый, и базилиск. базилиск. создадим самку этого подвида и самку этого подвида. Достаточно быстро, достаточно быстро у нас все это изучилось. Релиз и выпускаем наших животных. Конечно же, кстати, посмотрите, вот этот подвид, лейнгворм, он немножко больше, мне кажется, чем базилиск. Чуть-чуть, чуть-чуть. Да, коллизия, смотрите, видели, коллизия присутствует, да? Хвост не прошел сквозь тела вот этого плата Азавра. Ух, как они урчат, как они урчат. Что у них в диетах? У них в диетах, по-моему, насекомые и растительность. Тогда, нам нужно сейчас поставить кормушки. В обязательном порядке. Но кормушки, они просто так сейчас не заполнятся. Сейчас я вам покажу, объясню. Так, кормушка с насекомыми. Кормушка с насекомыми. Давайте где-нибудь на обходе поставим, да? Вот так вот здесь. И кормушка с растительной пищей. Так, нам нужно блюдо для воды обязательно. Воду не надо наполнять, вода уже, в принципе, наполнена, этого пока еще не придумали. Так, солнечные панели. Я бы поставил витринные турбины какие-нибудь. Так, наполнение, смотрите, видите, у нас пока нету здесь, чтобы вызвать сотрудника. Нету определенной кнопочки, поэтому мы сейчас идем обратно же. Инфраструктуру парка. здесь нам нужно найти так, во-первых, склад товаров, пока что малый мы, наверное, поставим. Малый склад товаров. Давайте где-нибудь вот так расположим и доставку товаров. Погрузочная платформа. Погрузочная платформа. вот так вот будет кстати хорошо смотреться. Смотрите, вместе поставим на здорово. дорога. Нам нужна дорога обязательно. Складам проведем вот сюда. Так, склады, смотрим, что у нас здесь может храниться. До 600 килограмм еды, до 600 мерча, растительная пища, мясо, ну в принципе все, что необходимо парку. Также мы можем здесь отменять некоторые поставки, что не должно храниться на складе. Делать определенно другие склады. Скорее всего вместительность даже будет больше, я так понимаю. Так, добавляем грузовик, наверное, чтобы у нас поставок было больше, добавим до трех грузовиков, чтобы мы могли быстрее поставлять разные доставки. Так, далее, вот теперь интересно, мы можем закупить, закупить еду, давайте посмотрим. Позвоните персоналу, чтобы он пополнил. Да, мы можем, кстати, здесь менять ячейки под определенную пищу. Ну что ж, давайте сделаем так и попросим персонал наполнить вот эту кормушку. Будут ли какие-то, будут ли какие-то сейчас изменения. Грузовики пока вроде бы там стоят на месте. А где вообще рабочие? Где мои рабочие? Я их не вижу. Где мои рабочие? Мы же должны сейчас пить, как бы. Какой-то рабочий должен сесть грузовик. но я пока ничего такого-то не вижу особо. Ладно. Ладно, может быть это баг, может быть это баг, а может быть и нет. Давайте посмотрим. Нам нужна производственная станция насекомых. А вот, обратите внимание, вот. Вот. Работник зоопарка занимается доставкой еды. доставкой еды, мерча и будущих там медикаментов, когда динозавры будут болеть. Смотрите, здорово, невероятно, это классно. А вот разнорабочие они уже будут заниматься таким, знаете, делом убрать навоз, пополнить кормушки. Так, у нас один грузовик уехал. То есть он доставит сразу и насекомых, и пищевую растительность. Не знаю. Производственная станция насекомые. Давайте посмотрим. Так, вход у нас будет с этой стороны, поэтому я, наверное, уберу от глаз будущих посетителей работу персонала. Так, смотрим. Производственная станция насекомых. требуется компост. Компоста пока нету. Компост можем перерабатывать, я так понимаю, в насекомых как-то, да? Здорово. Так, производственная станция мяса, растительность, погрузочная, это не то. Компостная. А вот, компостная. Так, смотрим. Компост и будет перерабатываться в пищевую растительность. Ого. Так, ну я так понимаю пока что. Так, я обратил внимание, здесь у нас идет разнорабочий. Что он делает? Просто ходит. Нет, он идет якобы с тележкой. Якобы с тележкой, посмотрите, видите, да? Но я не вижу у него тележки. И вот там еще рабочий идет. У нас, да, у нас, по-моему, поставки уже были только что. Давайте посмотрим взаимодействие, как это работает. честно, интересно самому. А потом сделаем какой-нибудь здесь небольшой дизайн нашим лотоазаврам. Не просто пустые луга какие-то. Ему нужна будет и вода, и растительность необходимая, чтобы они чувствовали себя с комфортом. Так. Странно, но я не вижу у них тележек. в руках. Они должны быть. Да, ну вот он якобы вывалил. Появилась еда. Появилась еда. Что он будет дальше делать? Кстати, навоз есть уже? Нет? Навоз? Нет, пока навозы в кормушках я не вижу. Посмотрите, вы по сравнению с плотозавром насколько небольшой человек. плотозавром ну по-моему это пока что как-то непонятно работает, но ладно. Так, плотозавры уже поедают еду и у нас сейчас должна пополниться вторая кормушка. Вторая кормушка это у нас насекомые, которые прямо необходимы в диеты наших плотозавров. Супер. Отлично. Здорово. Так, ну что ж, будем ждать когда появится наверное навоз и хочется посмотреть как разнорабочие будут управляться с этим. Будут ли они убирать компост? Так, я хочу вернуться к нашим вот этим инфраструктурам. ну понятно пока что компоста нету здесь собственно никакой-то работы не будет происходить. Появилась производственная станция смешанная я не помню была ли она до этого производственная станция фрукты но она не нужна нам как бы сейчас я не знаю есть ли смысл в ней склад ископаемых вот кстати склад ископаемых это нужно для того чтобы нам ездить по всему миру находить останки динозавров привозить их изучать и открывать новых животных я уж как говорится ради приличия проведу сюда дорогу и хочется посмотреть открыть раскопки ну как видите здесь по дефолту все открыто до пяти команд мы можем назначать так мы можем еще пока исследовать энергия ветряная турбина ветряная турбина большая давайте изучим давайте вот так вот три команды сразу назначим должно все в разы быстрее пойти безопасность это пока не нужно рестораны рестораны ну давайте откроем наверное ресторан какой-нибудь можно сейчас в принципе поставить что-нибудь для посетителей посетителей пока что даже нету в парке вот я вижу появился навоз первые навозные кучи я вот эти помните как они называются и с навозным жуком да как-то то ли ямы которые из которых появляются навозные жуки и сами перерабатывают компост нет я не буду это ставить теперь пуст пускаю будет компост мы будем его хранить мы будем его перерабатывать во что-то более нужное нам так красная дорожка асфальтовая красная дорожка давайте проведем вот сюда появится ли у нас посетители я пока что не знаю можно будет зону ресторанов где-нибудь вот здесь вот кстати сделать почему нету посетителей хотя показывается что у нас 71 человек странно непонятно работает так вот у нас еще идет открыть управление персоналом моральный дух милиса почему подождите так почему у нас этим занимаются вообще работники зоопарка разнораб я видел как разнорабочий таскал тоже самую эту тележку но у него правда было видно это я видел лопату как они сгребали навоз милиса я сейчас просто вот всех честно я поувольняю я уволю первого сотрудника и я лучше найму другого какого-нибудь нанять персонал патрик вот у этого 5 звезд мы возьмем его может быть он лучше будет справляться со своей работой он вообще будет делать было бы классно если бы знаете тыкнул на него и поставил ему определенно какую-то свою задачу как бы у каждого была закреплена территория уборка клеток доставка корма другой занимается переработкой навоза другой занимается выращиванием овощей вот это было бы намного лучше да так как он будет собирать навоз мне хочется просто это посмотреть но у него просто воткнулся он не будет его по ходу собирать так я ускорю время да это публичные тесты здесь все что угодно может быть могут ошибки баги быть и прочее 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 ну плата азавры конечно прям вообще шикардесно смотрится шикардесненько так я хочу посмотреть что у них по биомам так тропический им нужно убрать во первых всю растительность которая здесь только есть вот это ненужное вот это вот все ненужное а вот чтобы не стесняло глаз и смотрим у них лесной луговой и пустынный биомы так поехали давайте посмотрим биомы как так 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 сейчас секунд но реальный прибрежный умеренный кустарник кустарник стойте еще раз смотрим пустынный ну так биом пустыня пустынный биом размер меньше плотность естественно поменьше накидаем отлично готова луговой луга у нас пастбище так отлично лесной биом прибрежный это не то бариальный скорее всего он бариальный нет неба реальный биом умеренный нет не подходит тропический смотрим нет нет что ты опять не подходит как же так прибрежный может быть давайте посмотрим это какая-то а у них луговой подожди так луговой это это пастбище ну так вроде я накидываю а что не так кустарники может быть вот кустарники да все супер вот этот биом тогда я удаляю он здесь не нужен терраформирование нам нужна вода наверное наверное давайте сделаем 2 метра глубиной где-нибудь вот тут а так вот то у них по воде все прекрасно у них все хорошо я бы сейчас знаете что бы еще бы сделал наверное бы ландшафт какой-нибудь сделал получше растительность можно песочка накидать можно накидать песка вот так права глина пастбища красный песок красный песок тропический давайте вот так вот это вроде какой-то грязи и то и то я ее не вижу особо да все-таки наверное вольер надо было сделать куда больше в разы намного намного побольше песочек вот так вот здесь раскидаем более-менее уже вольер смотрится лучше более-менее он ожил растительности можно конечно побольше накидать так а можно здесь отключить погоду подожди доступ к погоде вот делаем нормальную погоду делаем мы день вот отлично вот так будет лучше намного смотрите разнорабочий до сих пор воткнул он короче воткнулся в навоз и все ничего не происходит я предлагаю знаете что сделать я его предлагаю взять и уволить просто смотрите у нас разнорабочий то есть сейчас по идее должен заняться делом вот этого челика который только что не смог убрать навоз плата азавра у нас нормально кушают так позвонить персоналу чтоб пополнил давайте у нас столько народу которые ничего просто не делают абсолютно ничего не делают так дайте-ка я сейчас гляну еще кое-что так у нас у нас у нас вот вы видели да появился компост который вроде переобразовался произвелся наверное в насекомых так компост хотя нет вроде не видно инфраструктура подождите стойте я хочу посмотреть куда он направляется все-таки куда он идет вот вот навоз да у нас есть он как вы видите да они собирают все-таки они его собирают но мы его пока не видим мы по крайней мере его пока не видим куда у нас ушли вообще остальные разно рабочие я не могу понять абсолютно не могу понять так давайте поставим ветряную турбину вот так пускай у нас будет типа электричества а где посетители почему нет посетителей в чем проблема что случилось так растительная производственная станция растений у нас ее вроде бы как нету и вот мы ее сейчас тоже поставим будут ли рабочие здесь что-то делать я не знаю но хочется очень на это посмотреть как бетонная дорожка до двух метров вход у нас с этой задней стороны и так вот проведем отлично супер и дорогу можно вот здесь провести кстати здесь вообще вход должен показываться да вот он так ничего вроде не происходит да да ничего не происходит по поставкам у нас по поставкам мерч понятно ладно окей это все не нужно так пока у нас чувак едет с невидимой тележкой мы посмотрим знаете с вами что услуги парка я хотел тут кое-что посмотреть вход для посетителей я хотел посмотреть вот раз через этот вход люди не хотят заходить мы поставим вот здесь вот в такой второй дополнительный может быть отсюда уже люди у нас кстати пойдут я не знаю не уверен но мы проведем дорогу и у нас появляются первые посетители первые желающие 71 человек и вроде бы все похожи друг на друга какая толпа как в метро в москве час пик так хорошо ну что у нас будет взаимодействие с этим или он так же так же воткнется хотя если прислушаться он как будто бы копает навоз лопатой да и это не от того что он воткнулся типа в навоз который находится в воде нет это нет не за это 89 человек а вы посмотрите пошли посетители с главного входа невероятно так ну что же давайте проведем им вокруг вольера дорогу чтобы они у нас весело ходили смотрели на наших динозавров на наших плата азавров немножко криво да бог с ним пускай будет так пока что там если что мы можем исправить но примерно примерно хотя бы наверное как-то так что ли пока что отлично супер ух какие толпы так давайте знать что хочу посмотреть сразу хочу купить поставить что-нибудь по типу какого-нибудь наверное ресторана вот здесь на входе вот так вот так пускай будет здесь ресторан так там требуется видимо персонал написано так лично дорога проведена позвоните персоналу вот кстати интересно я нажал что же будет так можно наверное сразу еще сооружение для посетителей так модульные постройки киоск магазины давайте поставим здесь еще один вот так киоск здесь у нас будет продаваться различный мерч я так понимаю какие-то наверное футболки там да сувенирчики позвонить персоналу ждем будет ли у нас что-то происходить вообще по идее у нас должны продавцы появиться ну-ка давайте посмотрим открыть кадровый центр нанять персоналу все типы разнорабочий работник зоопарка давайте вот этих троих еще наймем касса вот вот я и говорю здесь должны появиться кассиры но кассиров нету есть у нас хранители разнорабочие кассира но кассиров нету может быть что-то в исследованиях надо произвести но скорее всего нет энергия биология конструкции технологии так я даже не знаю если изучить современную тему хочется посмотреть на лавочке как будут будет ли взаимодействие все-таки с лавочками людей то есть они будут ли с будут ли они садиться или нет так доход 63 да но пока что это все работает без кассиров абсолютно абсолютно без кассиров то есть это вроде еще не ввели в игру но когда будут кассиры это будет уже куда круче смотреться так далее я хочу еще вот на что посмотреть сооружение для посетителей достопримечательности вот будут ли у нас люди смотреть через бинокль давайте посмотрим смотрите по-моему работает да они подходят закидывают монету там что-то то есть если хочешь посмотреть ты должен заплатить деньги да и стоять смотреть бинокль реально все-таки это как-то как-то уже хотя бы работает что-то хоть что-то есть да так ну тогда я поставлю еще бинокль вот с этой стороны так друзья мои по выходу обновления у нас будет обязательно стримчанский по этой игре так экран информации животных вот давайте посмотрим экран информации животных так давайте нажимаем экспонаты платы азавр у нас люди будут подходить смотреть ну-ка будут ли они читать описание нет им по барабану пока что им пока что по барабану им это абсолютно не нужно я так понимаю так модульные постройки где у нас находятся лавки я вот уже не помню хоть хоть убей меня подождите стойте я помню я помню вот есть такие вот огромные статуи и там есть лавки и люди вроде бы должны на них наверное садиться туда будут ли они делать не они не хотят появились какие-то навесы еще что-то тут столько всяких различных модульные детали это просто для людей которые любят заморачиваться построить что-то они тут целую вечность будут проводить собственно я могу сказать вам так ну точно не это не находится в инфраструктуре питание да у нас нету кассиров либо я что-то пропустил но скорее всего нет все-таки у нас уже построен центр наем персонала услуги парка может быть что-то здесь да нет вряд ли вряд ли исследовательский центр все это не то абсолютно не то что у нас у нас короче так это там и застрял я смотрю здесь у нас рабочие чем-нибудь вообще занимаются нет абсолютно пока ничем не занимаются давайте посмотрим как у нас будет работать персонал вот на этих танцах смотрите я в принципе вызвал у нас есть кое-какой навоз и компост будут ли они здесь сейчас работать давайте увеличим время будет какое-то пополнение скорее всего сейчас я так понимаю они получили задачи но как будто бы ничего не происходит хотя по идее должно быть по идее они должны работать а вот смотрите они собрали компост они идут нет я думал они идут с тележками нет они этого не делают они ничего не хотят делать не ну то что появился новый динозавр платозавр и персонал это конечно же классно особенно с персоналом с рабочим теперь можно делать все размеренно не торопясь не так по-быстрому ты развел динозавров да там нажал у тебя какашки автоматически убрались нет тебе нужно все размеренно постепенно делать это конечно геймплей очень разнообразный усложнило его честно backstage storage подождите-ка вот вот это вот нужная тема backstage storage я сейчас объясню что это такое здесь у нас будут находиться все инструменты наших рабочих полностью все смотрите вот может быть из-за этого они нет хотя они так и так ходили с тележками ну тип вы видели да как он в руках там невидимую тележку тащил да я думаю что сюда вот прохода для знаете как надо будет сделать прохода для людей вообще чтобы не было чтобы они туда не ходили у нас все у туристов есть своя определенная зона они не могут в нее пройти а здесь чисто для рабочего персонала я думаю так это будет логичнее и лучше в дальнейшем ну вроде ничего не происходит я не вижу чтобы что-то было абсолютно ничего не вижу так у нас кстати есть полиопедия для тех кто не знает здание вольера я хочу посмотреть у нас так сколько у нас в наличии вообще еды и всего остального это наверное теперь смотреть через склады запасы запасы да нет вроде бы вроде бы нет так инфраструктура давайте я сейчас знаете что еще сделаю я поставлю наверное еще большой склад просто один большой склад товаров нет хотя малый товар малый склад товаров хранение продуктов у нас построена это фигня для хранения продуктов а вот вроде бы нет а вот вроде бы нет сейчас мы ее сделаем так по идее вот здесь так вызвать персонал для перераспределения что же давайте посмотрим как это будет работать куда они пошли а вот теперь они пошли производить пищу а разнорабочие поехали на грузовиках за новые партии еды нам не хватало просто склада я понял так будут тут какие работы производиться нет вроде бы нет ну вот теперь у нас появился склад и у нас теперь будут запасы еды давайте посмотрим так растительная пища 300 появилась у нас должны появиться насекомые да все вот рабочие теперь трудятся они теперь не шлындруют просто так в обязательном порядке надо было поставить склад хранения вот склад хранения продуктов можно кстати здесь забацать еще одну дверь наверное для персонала пускай две двери будет вот так ну хотя бы есть какая-то видимость хотя бы есть какая-то видимость что рабочие все-таки работают да вот у нас появились насекомые я хочу посмотреть ну-ка 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 так ага они автоматически сразу начинают пополнять кормушки замечательно это уже хорошо в принципе работает так ну что давайте посмотрим еще зайдем в исследовательский центр в наш так по исследованиям так модульные постройки у нас вот у нас лавочки то все открыты так это все не то это вообще не то модульные элементы садоводство камни пейзаж реквизиты черт возьми где-то находится структурные элементы навесы стены давайте попробуем в поиске может быть вести скамейка правильно она называется скамейка вот она да есть скамейки так ну давайте посмотрим поставим допустим распределим вот так вот этой стороны чтобы в ожидании очереди не толпились а может быть даже кто-то и посидел бы тропическая скамейка в тропическом стиле да у нас стиль тропический кстати взаимодействие нету я смотрю взаимодействие нету так мясо мясо наверное я пока производить не буду хищников у меня нету мы сегодня чисто так посмотрели на плата азавра и больше мне всего конечно интересовал рабочий персонал как это работает сооружение уход за животными сооружение для посетителей а вот интересно вот на таких вышках люди будут заходить смотреть на животное давайте посмотрим попробуем работает это или нет ну-ка проведем сюда дорогу вроде бы как они хотят туда пойти да я смотрю вроде бы как хотят ну раз хотят значит мы это сделаем так ускорим время реально это работает невероятно посмотрите кайф обалдеть обалдеть шикарно просто шикарно это блин здорово смотрите люди зашли на вышки чтобы посмотреть на динозавров обалдеть это теперь не бесполезная вещь ребята это теперь не бесполезная вещь в игре как же это здорово вау 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 да блин ну я скажу что это обновление будет наверное самым лучшим из всех обновлений что я с нетерпением ждал честно ну добавили бы еще бы кассиров и тогда бы геймплей в парке был бы куда лучше куда разнообразнее честно ну что же палец вверх подписка на канал пиши комментарий собственно и с выходом обновления 11 ждем стрима всем до новых встреч пока